СПОНСОР ЭТОГО ВИДЕО Итак, сегодня я хочу рассказать вам о таком элементе, как азот. В периодической таблице химических элементов азот находится в 15-й группе над фосфором. Своё название азот получал от французского азотея, что значит безжизненный, так как азот почти ни с чем не реагирует при обычных условиях и не поддерживает горение. В атмосфере азота содержится 78% по объёму. Это самый распространённый газ в земной атмосфере. Каждый день все мы дышим азотом, хотя он не участвует в процессе дыхания, а служит чем-то вроде разбавителя кислорода. Самый лучший способ продемонстрировать вам свойства азота – это использовать жидкий азот. Жидкий азот получают путём сжижения воздуха с дальнейшим отделением из него углекислого газа, аргона и других примесей, а потом ректификации в специальных колоннах. Таким образом получают чистый жидкий азот. В таком виде его удобно транспортировать, так как он занимает очень мало места по сравнению с газом. Жидкий азот хранят в сосудах дюара, представляющий собой обычный термос, только большой. При кипении жидкого азота образуется газообразный азот, который не имеет ни вкуса, ни запаха, и цвета. С химической точки зрения этот газ не очень интересен. Из-за своей инертности азот не поддерживает горение и не реагирует с большинством веществ при обычных условиях. Если на горячие свечи налить азота, то их пламя тут же погаснет, так как испаряющийся азот вытесняет кислород, без которого невозможно горение. Сам по себе жидкий азот имеет температуру минус 196 градусов по Сельсию и довольно низкую плотность. Сочетание таких параметров дает жидкому азоту быть завсегдатаем разных химических шоу и видео на ютубе. Ведь в нем можно замораживать практически все, что угодно, а потом весело разбивать эти предметы молотком. При выливании на руку жидкий азот не смачивает ее, а стекает в виде шариков. Такой эффект невсмачивания поверхности из-за большой разницы температур называют эффектом лиденфроста. Между рукой и азотом возникает что-то вроде воздушной подушки, защищающей кожу непродолжительное время от обморожения. Если палец поддержать в азоте чуть больше двух секунд, можно с легкостью получить обморожение, так что я не буду вам этого демонстрировать. Мои пальцы мне еще нужны. Плавающие капельки азота на поверхности тарелки вбирают в себя углекислый газ, воду и аргон из воздуха, которые впоследствии замерзают, образуя такие белые хлопья. Так как жидкий азот менее плотный, чем вода, то он плавает на ее поверхности, заодно образуя сверху корку льда. Сейчас жидкий азот используют как охладитель научных приборов, например, в спектрометре ядерно-магнитного резонанса для охлаждения жидкого гелия. Также в каждый пакет с чипсами добавляют несколько капель жидкого азота для вытеснения кислорода из пачки и для более долгого хранения чипсов. Из-за своей инертности азотом даже наполняют лампочки накаливания при низком давлении. Кстати, при высоком напряжении электрического поля азот в лампочке светится фиолетовым цветом. Азот можно заставить реагировать к кислородам воздуха, но для этого нужна энергия. Вдоволь такой энергии выделяется при ударе молнии или при другом мощном электрическом разряде. Во время удара молнии крепкая тройная связь, соединяющая атомы в молекуле азота, ослабевает, давая возможность кислороду прореагировать с азотом, образуя диоксид азота, газ, имеющий бурый цвет и сладковатко-резкий запах. Этот газ, диоксид азота, еще образуется в двигателях автомобилей из-за высокого давления и температуры внутри цилиндра. Также азот может прореагировать с водородом при высоком давлении и высокой температуре и при наличии железного катализатора, образуя аммиак. Эта реакция сейчас чрезвычайно важна для промышленности. Ее используют для получения почти всех азот, содержащих удобрений, взрывчатых веществ и в производстве жидкого аммиака для больших холодильных установок. Из металлов при обычных условиях азот реагирует только с литием, образуя на его поверхности черный налет нитрида азота. В живой природе азот имеет важнейшую биологическую роль, так как он входит в состав всех аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и других жизненно важных органических соединений. Можно вспомнить хотя бы круговорот азота в природе, без которого жизнь на Земле была бы невозможна. Теперь вы узнали еще немного об одном из элементов. Если хотите продолжения серии с элементами, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, чтобы увидеть еще много нового и интересного.